ИНУЯШИКИ ИНУЯШИКИ С ЭТИМ АНИМЕ? Ладно, давайте подлиннее и с разбором и с выводами. Поехали. История встречает нас обычной бытовухой. Старик Инуяшики побит жизнью в эмоциональном и физическом плане. Родные его больше не терпят, со здоровьем беда и деньгами тоже. Жизнь вроде как еще идет, но уже кончилась окончательно. Точнее, кончится через несколько месяцев, если быть совсем точным. И все было бы совсем грустно, если бы это не было произведением от автора Ганса, который по-любому впишет в свою, казалось бы, обычную историю, непонятно мифическую инопланетную ебалу, и, скажу наперед, у него снова получилось это сделать отлично. Неловко, забавно и дико интригующе. И в итоге это еще прибавляется эдакой супергеройщиной. Если вам на этом моменте хоть чутка не стало интересно, то можете смело скипать и продолжать смотреть свой Фори Тейл нам не по пути. Ой, как же больно. Да, много здесь 3D, но и как в случае с Блеймом, отчасти Берсерком или Аджином даже, такой натуралистичный графон этой истории подходит больше, чем обычная 2D. Но подводные камни и проблемы все те же. Когда показывают 3D толпу, даже раз фокус не помогает, глаза начинают попросту кровоточить. Схожая ситуация была в Анихе, когда аниме вроде бы отличное и развивается, и дальше только лучше, но когда появляется гребанное 3D, вот этот фон, вот эта толпа, эта массовка, очень, очень плохо. Плюс, пока что лучший опенинг этого сезона. Драйв есть, аллегории есть. Да и срежиссирован он отменно. Жаль, конечно, что без клишировано голой бабы во вступлении не обошлось, но автор Ганса же, опять же, как без этого. Остальное музыкальное сопровождение в аниме тоже в тему. В основном заунывные пианинные переборы, подчеркивающие пустоту, грусть и огромную пропасть между родными когда-то людьми. В моменты какого-то действия играет, ну, хоть немного бодряшная херня, но, в принципе, особо не запоминается. Пойдет. Экшоны из того, что показали в пилоте и опенинге, обещают быть на уровне, но надо будет смотреть следующие серии, пока в этом нихера не ясно. Что это ты делаешь? Ничего. В косяках, как обычно, уже упомянутая 3D, ибо снова массовка ужасно выглядит, слишком плавная анимация основных персонажей и основного действия. Прям до дури она иногда пугающая, такой, знаете, эффект зловещей долины начинает проявляться. Не по себе как-то внутри, когда на это смотришь. В остальном, ну, хз, все вроде бы нормально. Да и тоже 3D, как я уже сказал, сюда попросту, ну, подходит. Без этого истории будет не так раскрыто. Кому-то может показаться сама история скучной и бредовой, но аниме 18+, так что, ну, вы поняли. Я все еще человек. Я человек, у которого есть чувства. Я все еще живу. Пусть вас не обманывает экшовая составляющая, повседневность в жанре и прошлые работы автора. Инуяшики это, как ни странно, по большей части аниме про семью, семейные ценности и проблемы отцов и детей. Сложность коммуникации разных поколений и так далее. Тема вечная. Отчего и интересная многим, близкая, кто-то может узнать себя в детях, или вспомнить примеры, когда-то уже виденные в жизни, которые схожи с тем, что происходит в аниме. Ну и, как по мне, интересная идея зарождается о престарелом таком супергерое, который и настрадался, и правильный моральный вектор у него есть, и как он будет с этим жить, как он будет дальше поступать. Как по мне, дико интригует. Возможно, я предвзят просто из-за поднятых тем в самом аниме. Может, я себе напридумывал с ПГСов слишком много, и дальше все скатится просто в тупой экшен. Если выйдет так, то я буду первый поносить сие аниме, на чем свет стоит. А пока что это довольно перспективный сериал, который я синепременно советую к ознакомлению. Ожидания, лично мои, оправдались 100%. Даже с плюсом. Сам, конечно же, смотреть дальше буду. Как-то так. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся. Про Патреон не забывайте, донаты там и все такое. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова